Ребят, всем привет! Мы пришли на каток. Люди, не умеющие кататься. Ни разу не катаешься. Я каталась с подружкой пару раз. Но, знаете, я каталась так. Она ехала, я за нее держалась. И таким образом мы катались. Это, конечно, очень весело. Мне очень нравилось. Но, наверное, подружке было тяжело. А так я не умею кататься. Когда я начинаю пытаться что-то сделать, то сразу падаю. Или вдоль бортика, как черепаха по луну. Поэтому я не очень это люблю. Но девочки сегодня решили прокатиться. Дочка будет пробовать. Так что посмотрим, что у них получится. Вот такой у нас каток у моря. Сейчас вам все буду показывать. Как видите, написано, что билеты уже закончились. Поэтому надо все заранее покупать. Так, вот цены вам, пожалуйста. Ребят, в общем, это территория катка. Вот сам каток. Я так понимаю, что входить нужно туда, переодеваться, пускай за 15 минут до сеанса. И вот здесь есть такая смотровая площадка, чтобы можно сверху было стоять, смотреть, как люди катаются. Я кататься не буду. Буду наблюдать за девчонками. Ребят, смотрите, в общем, это мишки. Тут котики морские, которые можно взять деткам и кататься с помощью них, держаться за них. На котиков даже сесть можно. Ну, и там, по-моему, детям до 7 лет можно садиться на них. Стопилась уже небольшая очередь. Все ждут начала сеанса. Вот до 15 минут до начала будут пускать. Видите, такие здесь турникеты. Посмотрите, вот такой штрих-код здесь, да, вы прикладываете и проходите. И там раздевался. Бабушка наша выплывает с мишкой. Не рискнула, она без него ехать. Давно уже не каталась. О, вот у нас. Тетя, видимо, решила, что ей надо сначала самой с мишкой покататься. Бабушка катает Маню. Ну, если честно, я так и думала, что у меня дочка не встанет на коньки, но если она еще маленькая, она боится. Ну, вот будет вот так вот, видимо, сидя кататься. Выползла, наконец-то. Ну, все, это наша, видимо, будет весь сеанс стоять вдоль бортика. Таня у нас первый раз на коньках, поэтому можно понять, что ей, наверное, тяжело. Да, привет! Тебе нравится? У меня такое ощущение, что тетя уже к выходу идет, не будет она кататься. Ну, понятно, никто не хочет падать. Ну, как вам? Мы сейчас попробуем с Пашей встать. Встать попробуете? Да. А Таня все уже, я так понимаю, пошла? Пашка, ну ты уже освоилась, нормально тебе? Так бабушка с только лет на коньках постояла. Машка, ты молодец! Коньки неудобные, надо свои коньки. Свои? А чего неудобного-то? Ну, они даже не больше на мужские похожи. Хоккейные? Как хоккейные, да. Угу. Удобно. Ну, вот, видите, что получается даже. Ну, молодцы, молодцы. Молодцы? Да. Маш, тебе понравилось? Да! Ребята, в общем, я уже загубела, честно сказать. Хотя прошло всего 15 минут. В общем, девочки еще катаются, сестра у меня там осталась, потому что вещи-то у нее, точнее, они там шкафчики все убрали. Если она выйдет, то она уже обратно зайти не сможет, поэтому она все это время будет там сидеть в тепле, а я тут на морозе стою, жду, пока девчонки накатаются. Ну, вроде бы весело. Кстати, народу очень много сейчас. Гораздо больше, чем было в начале. Да, и, кстати, уже все вот эти вот котики, котиков, вишек уже все разобрали. Ну, я смотрю, что взрослые тоже не сесняются, спокойно их берут. Те, кто не умеет кататься, почему бы и нет. Все-таки с ними попроще получается. Но, если вы не катаетесь так же, как и я, а просто ждете, я вам советую одеваться гораздо теплее, как на Северный полюс. Ну, тетя выползла. Я думала, она уже будет до конца там. Я, так понимаю, первый раз в неудачной. Нет, очень неудачной. Давайте свои комментарии, что вам не понравилось. Нет, слушайте, а что все, конечно... Стой, ровно там. Извините. Все, конечно, понравилось, в том плане, что и вот тебе удобно тут, и все хорошо. Значит так, в организации понравилось все. Но просто, как мысль, лед – это не моя стихия. По воде, по снегу – вот это все как-то не мое. Поэтому... Я минут пять паниковала на льду, потом поняла, что еще немножко отгрызла себе ноги, и уйду на отгрызках. Мам, у меня просто паника началась. Да, по золотому здорово. Ну, ни хрена не здорово. У меня реально была просто паника. А я, как знающий человек, даже не пошла, зная, что я буду так же, как сестра. Поэтому я умная, я стою и мерзну. Это у нас семейная. Пойдем, что институты? Пойдем, что? Да, я хочу не здесь поесть, не на холоде. Хочу потом в тепло. Поэтому я надеюсь, что бабушка очень скоро устанет. Она уже устала. Да, слушайте, ну бабушка, конечно, надо дать ей должное. Бабушка молодец. Как вообще? Надо ее ласточку попросить в конце сделать. Ну. Мне кажется, у нее отлично получится. Она как будто родилась здесь в коньках. Ну, вы знаете, это ребенок, выросший в Советском Союзе, да. Когда там, знаете, на скульптуре они катались на лыжах и на коньках. Это не мы. Что вы там делали максимум? Бегали. Бегали вокруг школы. А у них там и плавание было, и коньки, и лыжи. Вот у меня муж тоже еще застал немножко, а вот мы уже сестра не застали. Мы слишком молоды. Да. А все, я с плюсом. Мы очень молоды. Да, а муж еще сдавал лыжи. Помню, да. Ну, точнее, он мне рассказывал, что у них были там соревнования по лыжам в школе. Так, давай. Сейчас бабушка ласточку сделает. Там никого нет? Нет. Мам, еще раз. Вот, ласточка, молодец. У меня, я чувствую, что у меня руки трясутся еще сильнее, чем обычно, ребят, простите. Но я действительно очень замерзла. Я не могу сдерживать тремор рук, которые у меня... Это не потому, что я пила, я уже замерзла. Он просто непроизвольно, они у меня трясутся, я пытаюсь сделать все, что могу, но у меня не очень хорошо получается. И это при том, что, ребят, чтобы вы понимали, я в теплых колготках, в носках. И у меня уже замерзли ноги. Через 15 минут. А она такая, что, ну да, ну да, я понимаю, да. Ребят, я зажерла настолько, что-то не передать словами. У меня уже вот так вот непроизвольно трясутся руки и все, что можно и нельзя. Вот. Но мы стойко стоим и ждем, когда девочки наши накатаются, чтобы пойти куда-нибудь в теплое место, поесть и погреться. Так, ребят, смотрите, тут пончики всякие есть. Кстати, много разных видов. Есть какие-то сеты, типа 6 пончиков за 600 рублей. Тердельники. Я, кстати, видела рекламу этих тердельников. Ну, не рекламу, а я видела в этом. В инстаграме я их видела. Эти чешские тердельники, или как-то так они называются. Видите, они, я так понимаю, могут быть сладкими, могут быть не сладкими. Не знаю, что такое интересное. Мы там вдалеке, Маша ползает, там все лапашка. Любите народу очень. Ну, здесь, конечно, это самый первый сеанс. Да, это 11 утра, кстати. Билетов уже нет. Кстати, я забыла сказать, мы билеты за три дня покупали. Заранее за три дня покупали. Потому что, если вы, например, хотите купить завтра, и купить билеты сегодня, то вы их просто не купите, наоборот. Это да. Ну, или день в день вы тоже не купите. И тем более, день в день вы их не купите. Молодец ты, какая умничка, молодец. Какая умничка. Ого, папа, смотри. Ух ты. Папа посмотрит видео, скажет, какая ты молодец. Да. Одна. Хорошо, еще поедем? Одна. Одна? Давай. Я вижу. Конечно, папа все увидит. Хорошо, хорошо. Видишь, папа, дочка хочет, чтобы ты видел, как она молодец. Все, папа, следующий шаг – это обучать ее кататься на доске. Да. И тетя уже одна. Ну все, девочки, наконец-то накатались. Идут переодеваться. Ребята, мы вышли с катка. Тут рядом есть небольшое заведение. И нашли к кафешку. И здесь даже скидка по билетам с катка 25%. Сейчас что-нибудь возьмем перекусить и отогреться наконец-то. Ребята, ну вы здесь видите по принципу буфета. То есть сами набираете себе на подносик и потом в конце оплачиваете. По ценам, видите, здесь недорого. Напитки, булочки. Домашние. Вот. Все, что мы взяли. Ну и тут можно взять чай. На 1356 мы взяли. Вот это все. Ребята, в общем, мы тут перекусили. Очень даже неплохо. Да? Такая как столовая. Кстати, скидка. Между прочим, 25% только на алкоголь. Да. На еду нет. Ну, это так. Если вы так же заступили, как мы. Вам все равно будет. Вам, да. Лишь бы было тепло. Алкоголь, может быть, даже вам и зайдет. Вот. Но в целом здесь такие как бы цены. Как столовой. Да. Ну и как бы все остальное тоже как в столовой. Да. Но в целом вкусненько. Вот у меня была очень вкусная пазарская котлета. Извините, я просто не дергаю. Дергай. Так что сейчас спросим у бабушки. Какие у нее впечатления от какпа? Бабушка, давай расскажи нам, что тебе понравилось, что нет. Ну, что я для себя, какой вывод сделаю. Приезжать надо действительно раньше. Мы приехали за полчаса до начала сеанса. Ну, минут за 20 можно приезжать, потому что за 15 минут начинают пускать. Это первое. Второе. Очень вежливый персонал. Никакой толпучки нет. Очень много места, где можно переодеться. Спокойно оставить свои вещи в ячейках для хранения. А из минусов не хватило то, что очень мало, я не знаю, как называются эти предметы для передвижения по льду. Вот эти фигурки. Потому что оказалось, что многие детки не смогли выйти на лед, потому что не было уже этих фигурок. Их разбирают и взрослые, и дети. Их достаточно мало. С другой стороны, наверное, их больше нельзя, потому что тогда просто невозможно будет кататься тем, кто умеет кататься. Удовольствие огромнейшее получила. И от того, что, во-первых, через 40 лет мой мозг и мои ноги вспомнили, как это все делается. В следующий раз обязательно попробую покататься без Маши, без внучки самостоятельно. Поскольку Маша уже делала первые свои шаги сегодня, наверное, в следующий раз может самостоятельно покататься. А я тоже смогу без нее покататься. В общем, огромное-огромное удовольствие. Есть, если желание, есть возможность. Это, конечно, удовольствие все-таки не дешевое. Ну да. Если ехать всей семьей, то если есть такая возможность, советую всем. Несмотря на возраст, приезжайте, вспоминайте свою молодость и катайтесь. Получайте удовольствие. Ребята, в общем, будем заканчивать. Мы сейчас уже доедаем. Не знаю, куда еще пойдем, но это видео точно уже не заканчено. Так что всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. Ставьте лайки. Увидимся в следующем видео.